Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Ольга Сафронова. И в этом выпуске я расскажу вам о книге Сергея Нечаева «Всемирная история для тех, кто все забыл». Сергей Нечаев – российский писатель и журналист, историк и переводчик книг с французского языка, автор десятка книг и сотен статей в газетах и журналах. Свою издательскую деятельность Сергей начал в 2001 году. В 2004 году его книга Жозефина Бонапарт была признана газетой «Книжное обозрение» лучшей научно-популярной исторической книгой года. Автор также был награжден золотой медалью и дипломом Союза писателей России за верное служение отечественной литературе. Древний Египет представлял собой долину, длинную долину, которая на севере ограничивалась Средиземным морем, а на западе и востоке – горами, между которыми протекал Нил. На юге границы Египта не были определены. Только после длительных войн между египтянами и эфиопскими царями водопады около Сиены, ныне Асуан, были назначены границей. Там скалы затрудняли течение Нила, и там оканчивалось судоходство по Нилу. Древнегреческий философ Геродот называл Египет даром Нила, а сами египтяне говорили о Ниле, как о реке, дающей жизнь. Это было связано с тем, что Нил, принося плодородный ил мало-помалу, возвысил берега. При впадении своем в море он образовал дельту. То есть без Нила Египет не существовал. Это была бы сухая земля, покрытая горячим песком, как пустыни, которые окружают Египет. Река не только приносила плодоносный ил с гор Эфиопии, она каждый год наводняла весь Египет. В мае Нил начинал разливаться, и целые сто дней вода в нем постепенно поднималась. А время разлития Нила – это был праздник для всего Египта. «Есть область ниже Мемфиса», – говорил Геродот, – «и ее жители не страдают от голода. Нет другого народа на свете, а также и в остальном Египте, кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю и заниматься прочими работами на Ниве, столь изнурительными для остальных людей. После каждого естественного разлива, когда река Арасив-Поля снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время жатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбары. Благодаря Нилу Египет посреди пустынь, которые его окружают, всегда представлял собой плодородный оазис. На нем в глубокой древности поселилось несколько племен, кочевавших в пустыне. На самом деле, в этой части Африки один только Египет и был издавна населен, и он многим был обязан, Мирое – древнему городу над территорией современного Судана. Он располагался на восточном стороне Нила между Асуаном и Хартуманом. Колонисты из этого города, идя к северу, распространяли некоторые необходимые ремесла и свою религию даже в стране за Сиенскими водопадами. Они начали остановить города и строить храмы. Около стен этих храмов селились кочующие народы Египта. И везде дикие народы подчинялись влиянию всемогущих богов и полубогов, представляемых жрецами. Жрецами были люди, которые проводили богослужения и хранили священные традиции. И много времени жрецы имели большое влияние на правление в Египте. По сути, почти до тех пор, когда Египет потерял свою независимость, жрецы были равны царям или даже стояли выше их. Они составляли высший класс народа, и в их руках находились почти все дела. В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно, советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но и лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов и, главное, как люди, знающие свою страну и ее соседей. Жрецы управляли Египтом очень долго, но и каста воинов время от времени делала значительнее, и жрецы вынуждены были разделить с нею свою власть. Тогда, говорили жрецы, люди наследовали богам в управлении Египтом. Считается, что первым человеком, который царствовал в Египте, был Менес. Он в III тысячелетии до н.э. заложил город Мемфис. От Менеса до Мерида египетские жрецы насчитывали 330 царей – фараонов. Эти цари принадлежали к разным династиям, которые царствовали в одно время в разных странах. И самым важным происшествием в этот длительный период было нападение арабов. Они завладели Нижним и Средним Египтом, и только жители Фивского государства остановили их. Кстати, фараон – это современные наименования правителей Древнего Египта. По-видимому, этот термин никогда не был официальным титулом, а возник как эфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов. Обычным же наименованием египетских царей было выражение «повелитель обеих земель», то есть Верхнего и Нижнего Египта. Этот титул символизировал как светскую, так и сакральную власть и представлял формулу монархического правления. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга написана легким языком, что ничуть не умаляет ее достоинств с точки зрения научности, выверенных фактов и содержания в целом. В советское время подобного рода книги назывались научно-популярным изданием. В моей личной библиотеке есть достаточно книг как тех лет, так и нынешнего времени. Здесь представлена так называемая официальная версия исторических событий – от зарождения человечества до нового времени. Никаких громких сенсаций и умопомрачительных открытий – все в пределах школьного курса. Можно рекомендовать как взрослым, которые, как правильно замечено, все забыли, в повседневной суете или под влиянием прочтения вышеозначенных сенсаций и открытий, так же как вспомогательное средство участников школ, колледжей и вузов. Взрослым – хотя бы для того, чтобы восстановить базу для выстраивания дальнейших очередных гипотез, а детям – чтобы структурировать получаемые знания. Рекомендую. Книга написана хорошим языком, читать легко и интересно. Легко настолько, что сравнимо с хорошей художественной литературой. Полезной тем, кто изучает историю и тем, кому нужно быстро вспомнить, пробежаться по большому объему материала. Рекомендую и детям для поддержания интереса к истории, так и для поднятия общей эрудиции. Да и всем, кто вообще интересуется историей и хочет получить краткий обзор, при этом получив общую картину. Термин «античность» означает цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима во всем многообразии ее исторических форм. Ранняя античность – это расцвет греческих полюсов и возникновение римского государства. Классическая античность – это время распространения цивилизации Греции и Рима от Александра Македонского до смерти Марка Аврелия. Соответственно, поздняя античность – это упадок Римской империи. Упомянутый Александр Македонский, Александр Великий, царь Македонии, был выдающимся полководцем и создателем огромной мировой державы, распавшейся после его смерти. Считается, что, несмотря на то, что походы Александра Македонского носили захватнический характер, созданное им государство по своему политическому строю, экономике и культуре было более прогрессивным, чем Древняя Греция. Фивы долго не играли особенно видной роли в истории Греции. Фиванцы завидовали афинянам, и во время похода к Серкса на Грецию они проявили самостоятельность не в пользу общего отечества. Фиванцы прямо провозглашали к Серкса идти на Атику. Когда персы оттолкнули от себя Спарту и начали искать себе новую точку опоры в Греции, они обратились к фивам, и могущество персидского золота сыграло свою роль. В ходе Пелопонесской войны фивы до Никиева мира поддерживали спартанцев, но потом между обоими союзными государствами произошел разрыв, а потом фивы, как и вся Греция, вынуждены были подчиниться македонской власти. Македония в глазах греков долго была варварской страной. Например, когда однажды македонский царь захотел выступить на состязаниях в Олимпийских играх, от него потребовали, чтобы он сначала доказал свое греческое происхождение. Царский род и главные придворные фамилии в Македонии были действительно греческие, но масса населения не имела ничего общего с греками. Македония особенно усилилась в годы Пелопонесской войны. Македонский царь Филипп жил в фивах и получил совершенно греческое образование. Будучи хитрым политиком, он успел приобрести перевес над всеми соседями. При нем образовалась знаменитая македонская фаланга, ставшая основой македонской военной силы. Воины фаланги были вооружены мечами, которые могли одинаково рубить и колоть, а передние ряды фаланги были вооружены сверх того длинными копьями, царисами, так, что воин шестого ряда мог своим копьем защищать товарища в первом ряду. Но не только фаланги Филипп был обязан своим могуществом. В его руках находились большие денежные средства и дипломатия подкупа. И эти средства при опоре на мощную военную силу очень скоро привели в зависимость от него всю Грецию. Продажность граждан в Греции помогла Филиппу в каждом городе образовать свою партию. И он не упускал возможности для усиления своей партии. Например, узнав, что в Афинах образовалось общество сатирических писателей, он тотчас же послал ему значительные денежные подарки. Тщательно все подготовив, Филипп открыто выступил на порабощении Греции. Битва при Хайронее в 338 году до нашей эры закончилась уничтожением союзной греческой армии и падением Греции. Но Филипп не хотел быть варваром-завоевателем. Он объявил себя только стратегом всех греческих сил, а не царем. А греческие силы нужны ему были для задуманного похода на Персию, столкновение с которой представлялось неизбежным. Но героем этого столкновения стал уже не Филипп, а его сын Александр. Филипп же пал весной 336 года до нашей эры от руки убийцы, своего телохранителя Павсани, как полагают, подкупленного персами. Когда Филипп подчинил себе Грецию и собирался в поход на персов, его сын Александр, родившийся в 356 году до нашей эры, попросил отца не довершать сего, иначе никаких подвигов не останется на его долю. Словолюбивый и талантливый Александр получил блестящее образование. В течение восьми лет главным наставником при нем был Аристотель, и Александр вполне воспользовался уроками великого философа. Биографы славят также его физическую силу и возвышенность души, но сильнее всех качеств было в Александре словолюбие. Книга «Всемирная история для тех, кто все забыл» рассказывает о том, что история – это то, что случается с каждым из нас каждый день. Это также и то, что определяет наши поступки, мировоззрение, нашу жизнь здесь и сейчас. Из миллиона маленьких событий прошлого складывается настоящее, поэтому история – самая актуальная и интересная наука на свете. Наука, которая рассказывает о нас, о людях. Самые невероятные приключения, головокружительные открытия, хитроумные интриги, настоящая отвага, верность и великая любовь. Ничья выдумка не может сравниться с тем, что произошло на самом деле. История человечества основана на реальных событиях. Взять эту книгу вы сможете в центре чтения Дворца книги. А вы помните события всемирной истории? Делитесь в комментариях.